Добрый день уважаемый зритель, представляем вашему вниманию четвертую часть нашей рубрики 25 знаменитых детективных историй. Открывает нашу сегодняшнюю серию роман английского писателя Фредерика Форсайта «День шакала», 1971 год. В романе рассказывается о попытке вождей подпольной организации осубить президента Франции Шарля де Голли руками наемного профессионального убийцы, и о противодействии этой попытке со стороны французских силовых структур. После опубликования в 1971 году роман получил хвалебные отзывы и рецензии за убедительную картину Франции 1963 года и тщательно продуманный сюжет. В 1972 году роман удостоился премии Эдгара Аллана по в номинации за лучший роман от Ассоциации детективных писателей Америки. Входит в 100 лучших детективных романов всех времен. Следующий известный роман «Фирма» — юридический триллер американского писателя Джона Гришима, написанный в 1991 году. В том же году вышло в свет издание романа в жесткой обложке, издательство Random House. Входит в американскую версию 100 лучших детективных романов всех времен. Роман вошел в список бестселлеров по версии паблиша Свитли за 1991 год. В 1993 вышел одноименный фильм режиссера Сидни Поллока, снятый по мотивам романа. Мэрилин Стасила написала в газете The New York Times, что мистер Гришим, юрист по уголовным делам, пишет об окольной юридической практике фирмы с таким вкусом, что его роман может быть воспринят амбициозными студентами, изучающими налоговое право, как руководство к действию. Следующий шедевр вышел из-под пера шотландского писателя Алистера Маклина под названием «Пушки острова на ворон». Это остросюжетный приключенческий роман, написанный в 1957 году, о событиях Второй мировой войны, додеканецкая операция. Входит в британскую версию 100 лучших детективных романов всех времен. Продолжение романа, 10 баллов с острова на ворон. В 1961 году по роману был снят фильм «Пушки острова на ворон». Брайтонский леденец, роман Грэма Грина, опубликованный в 1938 году. Входит в 100 лучших детективных романов всех времен. Книга была экранизирована два раза в 1947 и 2010 году. Брайтонский леденец, триллер о 30-х годах в Брайтоне. Непростая история ненавидящего весь белый свет уличного мальчишки Пинки Брауна, главаря молодежной шайки Брайтона. Пинки вызывающий порочен и осмеливается подвергать сомнениям моральные нормы общества. Закрывает нашу сегодняшнюю рубрику детективный роман Энтони Беркли «Дело об отравленных шоколадках», написанный в классическом стиле «Золотого века» и изданный в 1929 году. Входит в британскую версию 100 лучших детективных романов всех времен.